11 апреля в Хасаверте в актовом зале городской администрации состоялась встреча представителей Дагестанского республиканского союза организации профсоюзов с городской общественностью. Целью мероприятия организаторы назвали необходимость ознакомления с деятельностью и установления контакта с представителями рабочих профсоюзов города. Также собравшиеся обсудили рабочие проблемы и пути их решения. В профсоюзе кто такие? Это те, кто хотят подороже продать рабочую силу. То есть, чтобы работающий человек, работник получал достойную заработную плату. Для этого они заключают так называемые коллективные договора, соглашения, которые заканчиваются генеральными соглашениями на уровне Российской Федерации. Первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов представил гостей, собравшимся в зале, а также поприветствовал участников собрания от имени главы города Зайнудина Акмазова. Бадыр Ахмедов подчеркнул, что это необходимый диалог для усиления Института общественного контроля. В направлении улучшения работы и результатов деятельности профсоюзных организаций предстоит многое сделать, и подобные мероприятия внесут ощутимую лепту в это дело. Более ясную картину обязанностей и задач профсоюзов представил заместитель председателя профсоюзов Республики Дагестан Максим Гасанов. «Хочу сказать, что у нас для никого не секрет, что уже на дворе, как говорится, рынок, все имеет свою цену, значит, все и покупается, и продается, так сказать, но и, естественно, и рабочая сила тоже имеет свою цену. Значит, вот весь вопрос в трудовых отношениях заключается о стоимости рабочей силы. Естественно, здесь определенную и главную роль должны играть, значит, в определении своего рабочей силы профсоюзов. Они для этого и люди в свое время и создали». Профсоюзы – это сила, представляющая интересы простого народа, трудовых коллективов. Представители Дагестанского республиканского союза, организации профсоюзов рассказали о мотивации профсоюзного членства, ознакомились с методическим материалом для профсоюзных комитетов. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».